Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, какое обещание белорусский диктатор Александр Лукашенко дал президенту Владимиру Зеленскому первые дни полномасштабного вторжения РЭП в Украину. В интервью Натальи Масичук он поделился, что Зеленский отказался говорить с Лукашенко, но тот настоял, чтобы его хотя бы выслушали. «Он тогда сказал, я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты. Но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечёт границу Украины». По словам Арахамия, Лукашенко до сих пор держит своё слово. Также депутат рассказал о первых переговорах с россиянами в Белоруссии. По его словам, россияне до последнего надеялись, что они вынудят Украину отказаться от намерений вступить в НАТО. «Это было самое большое для них дело. Они были готовы закончить войну, если мы примем, как Финляндия, после зимней войны нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО». Кроме того, Арахамия считает, что Россия сразу же сядет за стол переговоров, если Украина предоставит такую возможность. «Они чётко понимают, что как только появится новость, что Украина сяла за стол переговоров, все поставки, которые и так задерживаются, будут ещё больше задерживаться уже из-за политических обстоятельств. Они мечтают о таком сценарии». По словам Арахамия, переговоры для россиян намного выгоднее, чем для Украины. Он также подчеркнул, что украинская власть в данное время вести переговоры со страной-агрессором не намерена. Субтитры создавал DimaTorzok